Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Хотя советское командование перед Великой Отечественной правильно предвидело эволюцию танковых соединений в сторону усиления бронирования и активно вело работы по созданию легкой противотанковой пушки с калибром выше 45 мм, к началу войны эти работы не были закончены. И в 1941 году основным противотанковым средством советской армии была и оставалась 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, 53К. К 1942 году в связи с эвакуацией заводов и переносом ее производства на Мотовелихинский завод, со стороны главного артиллерийского управления РКК было высказано требование модернизировать орудие с целью повысить его бронепробиваемость и позволить надежно поражать средние немецкие танки Панцер-3 и Панцер-4 на дистанциях до 500 метров. К решению задачи были привлечены коллективы КБ завода номер 172 и ОКБ 172. Решено было усовершенствовать 53К как надежную и хорошо освоенную промышленностью артсистему путем удлинения ствола и увеличением массы снаряда. Задача была сложной. Модернизируемая пушка 53К и сама была плодом серьезной модернизации и устанавливалась на лафете изначально спроектированным под 37-мм орудие. Конструкторы установили на нее новый верхний станок усиленной литой конструкции, усилили броневой щит, а также переработали противооткатные устройства и конструкцию подрессорования боевого хода. Ствол без ухудшения характеристик исходного орудия был удлинен на 22,8 калибра. Также была рационально переосмыслена конструкция всех основных узлов пушки, что значительно упростило ее производство. Боевая эффективность пушки, особенно в показателях толщины пробития брони, возросла по сравнению с 53К на одну треть. Для нового орудия были разработаны и новые выстрелы с увеличенной навеской пороха. При этом удалось сохранить их конструкцию без изменений. Переработанная пушка получила новый индекс М42. Весной 1942 года был изготовлен опытный образец. В течение лета-осени он проходил испытания. А в октябре 1942 года орудие было принято на вооружение под названием 45-мм противотанковая пушка образца 1942 года. Серийное производство М42 было организовано на заводе номер 172 в январе 1943 года и продолжалось до 1946 года. Всего было выпущено 10983 орудия. 45-мм противотанковая пушка образца 1942 года поступала на комплектование истребительно-противотанковых артиллерийских подразделений, стрелковых и кавалерийских дивизий, а также истребительных противотанковых артиллерийских полков и бригад. К началу 1945 года орудие применялось уже в основном в качестве огневого средства стрелковых батальонов и кавалерийских полков. Тем не менее, на вооружение воздушно-десантных войск пушка состояла вплоть до середины 1950-х годов. Экспортировалось в Китай и КНДР в послевоенные годы. Продолжение следует...